В Ужгороде заминировали машину главного прокурора города. Неизвестные прикрепили к автомобилю устройство, похожее на гранату. Его вовремя заметили, взрывчатка не сдетонировала. Кто и за что пытался свести счеты с прокурором, выясняла Марина Коваль. Это внедорожник руководителя Ужгородской местной прокуратуры. Машина была припаркована во дворе многоэтажки, где он живет. Полицию вызвали прохожие, когда увидели, что к автомобилю прикреплена граната. Выехала следовательная группа, которая выяснила, что на автомобиле объединен пристрел, который похож на гранату. Конечно, про то, что это была оружие, или она боевая, можно будет с уверенностью говорить только после того, когда пройдет экспертиза. Прокурор Дмитрий Кириленко сегодня на работе проводит прием граждан, а случившимся говорить не хочет. Я ничего, я не хочу ничего раз комментировать. Чему? Ну, потому что у меня есть семья, у меня есть рабочие питания, и я не хочу зараз давать любые комментарии. Следствие разберется. Дмитрию Кириленко 37 лет. Работает в органах прокуратуры Закарпатской области с 2006-го. Ужгородскую местную прокуратуру возглавил в декабре 2015-го. Она обслуживает сразу три района. Ужгородский, Перечинский и Великоберезнянский. Живет прокурор с семьей в двухкомнатной квартире. Элитный внедорожник купил в прошлом году, не новой, машине 10 лет. Стоимость, указанная в декларации, 140 тысяч гривен. Активист Александр Пересоляк говорит, цена по сравнению с рыночной занишена в несколько раз. Предполагает, что гранату к машине прикрепили из-за профессиональной деятельности прокурора. В его достижениях нет серьезных резонансных справ. Обережный, лояльный прокурор, на мою думку, это идет предупреждение от людей, которых он знает, и с которыми он держит диалог в связи с тем, что або какие-то договоры, порушены с его стороны, або для того, чтобы он выполнил предупрежденные задачи. Полиции пока не говорят о попытке покушения на жизнь прокурора. Уголовное производство открыли по факту покушения на умышленное повреждение имущества. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород.